Давайте, это дисклеймер. Экономисты не всегда угадывают геополитику. Возможно, мы еще не на дне. Предположение, что на дне, но будем проверять его в следующий полгода. ФНБ находится на грани исчерпания. Мы не зря его копили, теперь уже точно. Правда, мы думали, что для другого копим. Если мы скажем, давайте и обычные расходы не сокращать, и оборонные увеличивать, то мы можем оказаться в ситуации, когда такой политике хватит годика надвое. Вы сами видите, с полки не пустуют. Все успевают подвозить. Везде мы видим двузначный рост зарплат. Мы не прошли развилки, за которыми может следовать риски национализации или риски мобилизации. Возьмите лучших из лучших, их нет. Возьмите худших из лучших, их тоже нет. Когда вы уже перестаете думать, где бы денежку считать, и думаете, ааа, ну, что я там? Пока деньги есть, буду тратить. Вот стало как-то страшненько. Очень мало вещей, которые могут и в заправду убить экономику. Главное, не впасть в панику и не устроить хаос своими руками. Привет, это Forbes Talk и я, Антон Жилнов. Рад приветствовать вас и нашу сегодняшнюю героиню. Софья Донец, экономист и главный экономист Т-инвестиций. Софья, добрый день. Добрый день. Рада быть в этой желтой студии. Взаимно. Вот я хотел начать с ключевой ставки, пресловутой ЦВ 18%. Но риторика Центробанка такая, что ставка еще может расти. Как вам кажется, это для того, чтобы запугать людей, чтобы они меньше брали все-таки уже кредитов и больше сбережения вкладывались? Или для чего? Вот эта вот риторика, что может еще повысить? На самом деле, я думаю, что у Банка России не стоит задача запугать. Но есть стратегия показать серьезность намерений. И что интересно, мы видим, как рынок постепенно эту серьезность намерений переварил от неприятия к приветствованию. Если мы спросим рыночного аналитика сейчас, он скажет, что это хорошо, что Банка России держит ставку высокую, что готов повышать. Это значит, что я верю в то, что инфляция будет снижаться к 4%. Это дает мне ориентир на будущее, уверенность в том, что когда-то ставки снизятся, пусть даже это происходит и не сейчас. Для простого человека, конечно, неприятно наблюдать за тем, как быстро растут ставки. Тем более, что это перекладывается в кредиты, тем более, что заканчиваются льготные программы. Мы видим сейчас, что средняя ставка по ипотеке двигается к 20%. Я спрошу про льготные программы. С точки зрения, на что это будет влиять, это, конечно, сложный вопрос. Потому что есть такие болезненные темы, потому что, по правде сказать, чтобы дошло до инфляции, должно дойти до сбережений, до кредитования населения и до кредитования компаний. И если мы посмотрим, как это повлияло, то до сбережений это дошло более чем. Прирост депозитов год в год составляет сейчас почти 12 триллионов рублей. Это огромные средства, которые оказались на фиксированных счетах, то есть счетах срочных депозитов. Мы не просто где-то забыли, мы их очень осознанно перенесли. Кредитование населения во многом зависит от льготных программ, но надеюсь, что действительно сейчас уже будет стабилизироваться. А вот рапортовать радостно о том, что мы замедляем корпоративное кредитование, вроде сейчас как-то неуместно. Но на самом деле, чтобы произошло охлаждение экономической активности, нормализация роста доходов, чтобы произошло устойчивое снижение инфляции, по большому счету мы должны увидеть и снижение кредитования. Вот смотрите, Софья, термин «дорогие деньги». Дорогие, потому что 18%. Как долго деньги могут оставаться такими дорогими в России, какими являются сегодня? Начнем с того, что и 16, ставка 16 ключевая, это уже та ставка, которая подвинула. Да, это уже та ставка, которая рыночные ставки по корпоративному кредитованию, по потребительскому подвинула на те уровни, на которых они редко находились. Например, у нас были краткие эпизоды скачков весной 2022, но они очень быстро уходили. И даже в период 15-го, 16-го, когда была такая большая стабилизация, большое снижение инфляции, тогда эти ставки не очень долго прожили. А вот к середине года мы уже подошли к тем ставкам, которые можно было называть рекордно высокими. Это еще до того, как 18-я ставка начала переходить в рынок. Если философски посмотреть в экономике, сколько может существовать вот эта модель дорогих денег? Это временная мера или это может быть с нами теперь всегда так? На мой взгляд, это феномен временный. Потому что ставка действует. Я думаю, что ставка нас может всех еще и очень даже удивить на горизонте 12 месяцев. Вот сейчас мы, наоборот, переехали в такую реальность жестко-жестко, надолго-надолго. Но вот это вот снижение, на мой взгляд, есть запас снижения и до 10% пунктов, и ниже по ключевой ставке на горизонте 12-18 месяцев, если к нам не прилетят очередные черные лебеди. Что, к сожалению, возможно, да, что, к сожалению, нельзя исключить. Почему так? Потому что... Что вы называете черными лебедями? Продолжение хуйни или что? На самом деле продолжение – это не самый черный лебедь, да. У нас просто внезапное завершение какому-то одному из сценариев или сугубо хорошему, хотя его сложно представить, или наоборот резкое ухудшение ситуации с одной или с другой стороны. Это повод, который может запустить в том числе и проинфляционные сценарии, да. Поэтому здесь вот сохранение статуса кого-то, как сейчас, это как раз на самом деле, ну, пожалуй, даже самый предсказуемый сценарий. Понятно, что вы, как экономист, там, не встречаетесь с военными, да, и у вас нет информации, там, точных каких-то дат и так далее. Но есть у экономистов какие-то расчеты, когда все это может кончиться раз, и когда все-таки ставка будет понижаться, а не повышаться? Это два совершенно разных вопроса, на мой взгляд. Смотрите, во-первых, экономисты все были неправы в 22-м году. Почему? Потому что если рассчитывать геополитические события, исходя из экономической логики, то ответ, скорее всего, будет, что, наверное, ничего не будет, ничего не случится, не будет эскалации. Так мы все экономисты думали в начале 22-го года. Поэтому давайте, это дисклеймер, экономисты не всегда угадывают геополитику, потому что если бы мы мыслили в денежных категориях, возможно, мы обошлись бы и без некоторых шоков. Но тут не только денежные категории вовлечены. Но сейчас, наверное, если говорить о геополитической ситуации, я могу сказать, да, вот как человек, который обслуживает запросы, да, например, клиентов или контрагентов. Они же спрашивают у вас. Да, они спрашивают. И вот, мне кажется, хорошая иллюстрация того, насколько у нас волатильный контекст заключается в том, что две недели назад, до отпуска, меня активно спрашивали, пожалуйста, сделай, напиши нам сценарий, что Трамп победит, у нас, значит, будет перемирие и куда дальше пойдут рынки. Вы написали? Конечно, почему нет? Это же запрос, пожалуйста, можно на это порассуждать. И, естественно, когда я приехала из отпуска, контекст полностью поменялся, и мы уже рассуждаем о категориях рисков мобилизации, рисков эскалации, и уже рассуждаем о том, какие риски для рынков может эти сценарии приносить. Вот в таком волатильном контексте мы находимся. Но, честно говоря, большого оптимизма относительно быстрого завершения и возврата к такому мирному времени у меня, к сожалению, нет, потому что, вот, если мы имеем переговорную позицию, в которой, очевидно, не две стороны, а три стороны, то переговорная позиция не сблизилась, остается высокая асимметрия информации у всех трех сторон относительно мыслей друг друга, да, никто не знает, что думает противоположная сторона на самом деле. И нет такого, что одна из сторон оказалась в критической ситуации, которая позволит пойти на большие компромиссы. Вот когда нет сближения позиций, и одна сторона не оказывается в такой ситуации, чтобы отказаться от своих интересов, и нет условий для быстрых договоров. Ну, вот сейчас мы вот в такой ситуации. На российских инвесторов как эти вот августовские две недели поменяли события в Курской области? Они отпугнули инвесторов, не отпугнули? В августе все в отпусках, поэтому никак пока не повлияли, мы не видели никаких кардинальных изменений. Но давайте так, мы уже последние два месяца находимся в ситуации коррекции, которую поддержало еще и решение поставки июльская, ну и подготовка к этому решению. А поставки что вы имеете в виду? Повышение ставки в июле, оно поддержало ухудшение ситуации на фондовом рынке. Это логично, это нормальная реакция, когда у нас такие высокие ставки, нам хочется выбрать инструменты с фиксированной доходностью, желательно короткие. Как заставить инвесторов больше интересоваться фондовым рынком, когда ставка по депозитам уже превысила 20%, это большой вопрос. Поэтому, конечно, сейчас мы находимся в таком вялом периоде для рынка, это с одной стороны плохо, а с другой стороны, вот как это называется, дополнительная негативная информация не ухудшает ситуацию, потому что ситуация уже такая вот. Хуже некуда? Не хуже некуда, смотрите, зачем нам усугублять, да? Российские компании показывают неплохие финансовые результаты в этом году, мы понимаем, что да, мы, наверное, прошли максимально высокую фазу цикла экономического, да, поэтому вот перегрев уже стал официальным названием происходящей ситуации. В перегреве в чем проблема? В том, что после перегрева, если мы на пике, то следующее движение будет вниз, да, по экономике. Это все, чего мы ожидаем, что следующее движение в экономике — это замедление. Это плохая новость, да, для, например, финансовых результатов компании на следующий год, но это хорошая новость, если удар будет смягчен снижением прогревых ставок. Есть масса терминов, которые определяют нынешнюю политико-экономическую ситуацию страны. Вы как ее определяете? Какой термин вот описывает наиболее точно нынешнюю экономическую социополитическую модель? Ну, скорее экономико-политическую модель. Это прям классный вопрос, никогда не думала, как описать российскую социополитическую модель. Ну, были термины, сейчас уже мы видим, что это не так, что это будет мобилизационная экономика. Да, это не так, согласна. Были термины, что изоляционная экономика тоже нет, потому что она остается рыночной. Как тогда вот эту модель описать, что с одной стороны вот этот крен в области баронки, с другой стороны рынок. С одной стороны санкции, с другой стороны торговля продолжается, в том числе внешне. Как эту модель экономисты описывают? Вы знаете, честно говоря, мы пока все-таки остаемся в парадигме рыночной экономики, потому что, смотрите, мне кажется, очень важный элемент пока сохранения какого-то адекватного восприятия будущего заключается в том, что у нас не демонтированы цели бюджетной политики и денежно-кредитной, которые были заданы в хорошие годы, до 20-го, до 22-го года. Это задача все-таки обеспечить не просто рост здесь и сейчас, не планирование на два года вперед, а некоторый более длинный горизонт, когда есть задача поддерживать стабильную инфляцию, когда есть задача государственные финансы держать в какой-то управляемой форме. Но мы на грани, да, то есть мы продолжаем тестировать, сможет ли решаться оборонные задачи с сохранением этих приоритетов. То есть мы пока находимся в ситуации, наверное, то, что надо сказать честно, это то, что мы пока находимся в ситуации высокой, высочайшей неопределенности. Поворот, да, вот эта развилка, ну, либо она не пройдена, либо как бы мы каждый день оказываемся перед той же развилкой, когда можно уйти и в более мобилизационную экономику, когда можно уйти и в более, ну, скажем, сиюминутную экономику, да, когда нам придется выдумывать ресурсы для бюджетной политики, пожертвовав какими-то другими резонами. Просто смотрите, у нас три года подряд большим, большой поддержкой для расходов бюджета было использование ФНБ. ФНБ находится на грани исчерпания. Мы не зря его копили, теперь уже точно, правда, мы думали, что для другого копим, но оказалось для этого. Но оно находится на грани исчерпания, поэтому вы либо возвращаетесь, там, зажимаете пояса там, где можно их зажать, да, ну, там, затягиваете пояса там, где можете, где готовы пойти на это затягивание в бюджетной сфере, повышаете налоги, что уже произошло, да, и, возможно, будет продолжено постепенно там дальше-дальше, и дальше живете условно посредством, да, как можете, и возвращаетесь к накоплению на будущий черный день. Кто-то может сказать, что черный день настал, чернее уже не будет, но это неправда, потому что, например, вспомним, для чего копился ФНБ. Он копился, чтобы защищать от волатильности цен на нефть, и это, знаете, вот есть анекдот, как говорится, если кошка хочет кушать, наступи ей на хвост, она забудет, что она хочет кушать. Вот, у нас ровно это и произошло. Слово, мы забыли, что есть проблема нефтяной волатильности. Частично это связано с тем, что у нас появилась политика ОПЕК, которая маскирует изменение конъюнктуры на мировом валютном рынке. Частично, ну, по понятным причинам у нас есть проблема посерьезнее нефти. Вот, но она никуда не делась. И вот как раз вот августовский эпизод, когда заговорили о рецессии в Штатах и возможном снижении сырьевых цен, без которых не проходит ни одна рецессия в Штатах, вот стало как-то страшненько, да, что мы забыли. Потому что на самом деле сейчас цена, балансирующая ФНБ, она выше 65 долларов, да. В лучшем случае она снизится до 60 в следующем году, в лучшем случае. Вот, сейчас мы на уровне по российской нефти не сильно отличающимся от этой 65 долларов. До кризиса мы формировались при 40 с хвостиком, то есть мы прошли очень большой путь, да. И 65 не выглядит как консервативная цена, при которой можно формировать ресурсы на какой-то черный день, который может случиться именно в нефтяной конъюнктуре. Вот, и вопрос, чем затыкать дыру, если она образуется. Льготная ипотека, пресловутая, она много раз, кажется, себя переживала, но вот она закончилась. Насколько закармливания людьми льготной ипотекой повлияли на вот эту, ну, довольно большую цифру в 9% популяции? Смотрите, на самом деле у нас частично пар ипотеки ушел не в потребительские цены, да, пар ушел в свисток, да, это действительно так, это то, за что и критикуют льготную ипотеку, что тот самый перегрев, это что? Это когда у вас пар не только в движение ушел, но и в свисток, да, это значит в цены. Но абсорбировался эффект льготной ипотеки в основном, собственно, ценами на недвижимость, а не потребительскими ценами. Поэтому сказать, сколько это принесло конкретно в инфляцию довольно сложно. Но если мы скажем, сколько это принесло нам в ключевую ставку, то вот здесь вот, наверное, полегче оценить этот эффект. И моя оценка того, сколько льготное кредитование в ипотеке, и давайте все-таки добавим еще льготное кредитование в корпоративном секторе, да, ну, или такое целевое кредитование в корпоративном секторе, насколько они повысили требования к ключевой ставке. И моя оценка это примерно 2% пункта. Ипотека льготная обеспечила нам ту реальность, что ставки по ипотеке замерли на уровне среднее 8%, и куда бы ни двигалась ключевая, туда не реагировали. Но тоже утрировать не будем, потому что ипотека это всего около, ну чуть больше 10% совокупного кредитного портфеля банковского сектора. То есть это не весь на свете кредит. Каким строительство закончится, как вам кажется, вот с тем, что льготная ипотека закончилась? Потому что такое ощущение, что вся страна встала в какую-то бесконечную стройку. И, во-первых, куда будут все эти девайцы, квадратные метры построенные? Как ни странно, это звучит. Вы же видели, когда выезжаете вот хотя бы в Подмосковье. Да, хотя бы даже в Москве, если вы заберетесь повыше, вы увидите, что у нас все застраивается. И куда это все уйдет добро? На самом деле, что хорошо отметить, это то, что несмотря на вот этот бум строительства, подогреваемый льготной ипотекой, сейчас нет затоваривания на рынке недвижимости. То есть та недвижимость, которая была быстро построена, она также динамично и раскупилась. Теперь что главное, чтобы застройщики адекватно заложили в планах торможения спроса и охлаждали предложение постепенно. Сами застройщики клялись и божились, что они учитывают сворачивание льготной ипотеки и поэтому должны подстроиться. То есть сейчас затоваривания нет, и наш вопрос, как бы, будет ли затоваривание условно через год, потому что стройка, процесс сильно инерционный, его тормозить тоже долго. Сейчас все нормально, поэтому нет условий для того, чтобы были какие-то обвалы, цены и так далее. Нет, нет, нету вот какого-то стока нераспроданного, бешеного, нет, все нормально. И второе, всегда, когда случаются большие кризисы на ипотечном рынке, этому предшествуют некоторые проблемы плательщиков. И, как правило, это даже не разговор о динамике доходов, это разговор о резком росте безработицы. Вот там, где у вас появляется проблема безработицы, растут риски неуплаты по ипотеке. Вот мы от этой ситуации очень далеки, потому что российский рынок в разных сценариях все равно, скорее всего, нам покажет низкую безработицу. Да, так вот складываются демографические тенденции. То есть пока есть низкая безработица, кризиса. Да, и нет затоваривания. Нет опасности кризиса. Мы не ждем никаких критических изменений. Драйв для роста цен постепенно сдувается, но и условий для падения цен недвижимости. Нету. А дальше уже ответ за застройщиками – адекватно реагировать на снизившийся спрос. Но вот грозит ли все-таки это в будущем каким-то кризисом, например, какой был в Америке в 2008 году, мы все помним, потому что, в общем, все мировые кризисы, они были связаны так или иначе с недвижимостью. Знаете, есть поковорка английская «watched pot never boils». То есть если ты смотришь на чайник, он никак не вскипает. Но на самом деле и сектор застройщиков, и сектор ипотеки – это тот сектор, на который регуляторы, не отрываясь, глядят в течение последних двух лет. Надо совершить какие-то драматические ошибки, чтобы допустить ситуацию, которая выходит из-под контроля. Вот к вопросу о том, как застраивалась Подмосковье, что у нас очень много вот этих маленьких квартир, которые непонятно, кто в них будет жить и кому их потом продать. Вот, например, мне тоже очень заинтересовала инициатива, которую сейчас на регуляторном уровне обсуждают, что надо отрегулировать количество маленьких квартир, заменив их более большими, потому что в России есть проблема маленького количества квадратных метров на жильца. То есть у нас все очень маленькое, наверное, понятно, исторически так сложилось. Но где мы можем догонять, это как раз не по количеству квартир, комнатушек, маленьких квартирочек на человека, а просто такое увеличение форматности жилья. Именно поэтому ИЖС, индивидуальное жилищное строительство, сейчас переживает такой тоже настоящий бум. Потому что мы знаем, что люди хотят жить в пространствах побольше. Это логично. Вот здесь есть большой запас роста, который обеспечит нам рост рынка недвижимости на долгие годы вперед, хотя россиян не становится больше и вряд ли будет больше. Вряд ли будет. Почему? Такова наша темографическая реальность. В принципе, мы близки к порогу, когда и глобальное население перестанет расти. Понятно, что до этого порога еще несколько десятилетий, как минимум. Но, тем не менее, так выглядит реальность глобальная. Наверное, это нормально. Вырасти с 2 миллиардов до 10 миллиардов за чуть больше, чем 100 лет, наверное, это не самая устойчивая модель. Скажите, главные факторы, которые сегодня сказываются на инфляции, это дефицит на рынке труда. Вечно нет рук. Мы видим, сколько стали стоить строители, сколько получают курьеры, которых не найти уже тоже. А в чем главный фактор инфляции в России сегодня? Вы знаете, вот ту картину, которую мы наблюдали последние 3 месяца, у нас вот произошел такой новый всплеск инфляционной волны, он начался в мае. Ну, в мае уже стало понятно, что мы идем вверх-вверх-вверх. Ну, и вот есть ощущение, что он будет начинать угасать в августе. Хотя июль, июнь, и май, они все шли с опережением большим. И вот в этом движении, вот в этой волне, я бы сказала, есть признаки классического перегрева, и сейчас будет, да, не пощупать, не понюхать, который часто возникает на фоне настроений потребительского и бизнес-оптимизма. У нас с весны и потребительский, и бизнес-оптимизм начал штурмовать максимумы. Причину этому можно искать и в экономике, да, потому что, безусловно, ваш оптимизм, у оптимизма должен быть спонсор, да, у вас должны быть деньги, которые вы хотите потратить. Но здесь трудно найти однозначный ответ в макрополитике, потому что мы уже в этот год вошли с очень высокими процентными ставками, то есть денежно-кредитная политика сделала со своей стороны все, что могла, в жесткую сторону, и при этом бюджетный стимул, он сохраняется в этом году, но, по правде сказать, он меньше, чем в 2023 году, то есть в 2023 году был пройден пик по бюджетному стимулу. А оптимизм все равно возник. Возможно, это некоторое такое окно, которое сложилось после выборов, которые прошли, не принесли сюрпризов. Мы как-то успели из своего сознания как раз весной демонтировать вот это вот ожидание следующей волны мобилизации, и следующих плохих шагов, начали немножко думать уже о хорошем, и вошли вот в этот перегрев, да, все в спрос, все в жить сейчас, здесь и сейчас. То есть вот то, что мы видели в картине инфляции, это фронтальный рост, который начался с услуг, и да, там в услугах как раз больше всего всегда история о зарплатах, но он продолжился продовольствием, то есть такими широкими массовыми покупками. Если все-таки как дважды два попытаться сформулировать, что влияет на инфляцию, вот такую... Спрос, спрос, высокий спрос. И низкое предложение. Знаете, у вас может быть куча всего на складах, но если к вам пришло сегодня на 20% больше спроса, чем вы ожидали еще месяц назад, вы с удовольствием переложите это в цены. Ну вот можете описать пример? Вот спрос, то есть как это работает, да, в экономической модели? Вот у человека есть спрос на что-то. На что, например? На еду. На еду. И что, ему не хватает еды? В кармане больше денег, потому что я зарабатываю. Да. Я уже сформировала какую-то подушку, потому что вот опять же-таки у нас феерические темпы роста сбережений складываются уже с конца прошлого года. Вот когда ставка стала 16-я, у нас по 3% в месяц протекает на депозиты. И что человек не может на свои деньги купить? Он пошел и купил все на свои деньги. Магазин видит, о, полки под мели. Заполняя в следующий раз полки, он ставит ценничек на немножечко побольше. Иногда это вынужденная мера. Производитель понимает, что ему надо переложить издержки возросших цен на топливо, возросших зарплат, возросших издержек на, собственно, закупку этих товаров, если мы, например, говорим о том же импорте. Но все равно, если вы имеете слабый спрос, то ваше желание переложить в цены, оно меньше, как у ритейлера, у производителя. Когда вы видите достаточный спрос, который с каждым днем становится все больше, то перекладывание в цены – это очень логичная политика. Оно становится фронтальным. Когда я повышаю ценники, я понимаю, что не один я буду сейчас этим заниматься. Я не потеряю рыночную нишу, если сейчас повышу цену. Смотрите, мы можем говорить о нехватке поставок, но у нас нет каких-то жестких доказательств того, что ключом к проблеме есть дефицит поставок. Если бы сейчас мы говорили, что у нас острый дефицит поставок, то давайте подумаем, откуда дефицит поставок. Если мы говорим про импорт, про который так много говорят в этом году, проблемы с расчетами, проблемы с Китаем, то мы бы сейчас видели опережающую инфляцию в непродовольственных товарах, но этого не происходит. У нас по непродовольственным товарам самая низкая инфляция. И в годовом выражении она сейчас в районе 6 с хвостиком процентов, против в услугах мы имеем больше 10% годовую инфляцию. В услугах это история про зарплаты, про внутренние факторы. Поэтому если мы говорим о дефиците, это не дефицит продуктов, товаров, это дефицит рабочей силы, про которую мы с вами говорили. Это влияет на инфляцию. Это влияет на инфляцию. И, ну вот, скорее всего, именно то, что мы имеем вот такой сюрприз, рост спроса, опережает наши ожидания. Вы просто знаете, вот никогда не найдешь, вот чем измерить дефицит между спросом и предложением. Вы сами видите, с полки не пустуют. Вот все успевают подвозить, да, поэтому, скорее всего, нету разрыва, вот какой-то непоставки, чего-то вот нету, остро нуждаемся, а не можем купить. Есть просто высокий спрос, который опередил ожидания. Когда у вас что-то идет лучше, чем вы думали, да, завтра будет лучше, чем вчера. Это всегда приводит к росту инфляции, как бы мы не хотели обратно. Дефицит рабочей силы, тоже штамп уже, но тем не менее, он возник почему? Потому что после крокуса мигранты стали массово уезжать из страны, или потому что зарплаты у курьеров стали непропорционально высокими, все захотели стать курьерами. Как это произошло? Ну, рост зарплат курьеров, это не самое массовое для России целиком явление, да. Смотрите, Россия уже 15 лет живет в ситуации постоянно снижающейся безработицы. Это ситуация, знаете, как в мультике старой про собачек-мушкетеров, да. Возьмите лучших из лучших, их нет, возьмите худших из лучших, их тоже нет, возьмите лучших из худших. Вот мы уже между лучших из худших и худших из худших, да. То есть мы постепенно исчерпываем трудовые ресурсы. Это нормально для старейшей экономики, и реальность для нас не новая. В этом есть некоторые плюсы, да. Не надо только это демонизировать, да. Всем нам хочется знать, что мы завтра тоже будем трудоустроены. Это, в общем-то, не такая плохая новость, наверное, да, для обычного россиянина, да. Он знает, что он на этом рынке труда будет востребован. Но кто-то из ваших коллег говорил, что здоровая безработица должна быть. Здоровая безработица должна быть. Что хвастство тем, что у нас нет безработицы, это нездоровая история, которая очень плохо влияет. Как раз, ну, хорошо, вы трудоустроены, но если ваша зарплата не успевает за инфляцию 9%, то что вы с этой зарплатой будете делать? Да, поэтому давайте разовьем эту тему. То есть снижение безработицы само по себе, во-первых, ожидаемо, потому что оно свойственно всем странам с изменением структуры населения. Неизбежное, я бы даже так сказала. И второе, не новое для нас явление. Другое дело, скорость этого изменения. Вот как бы одно дело, когда безработица снижается, другое дело, когда безработица падает камнем. Безработица начала падать камнем в 2022 году по понятным причинам. Наша безработица составляла 4%. Оборонка выросла, и все пошли к станку? Да, есть отток населения в пользу занятости, связанной со СВО. Не только непосредственно в зоне СВО, но и связанной с обслуживанием СВО. Это сократило сильно безработицу? Ну смотрите, у нас всего население, рабочая сила в районе 75 миллионов людей. Наши безработицы, мы стартовали в 2022 год с уровня безработицы 4, которую к этому времени стали называть устойчивой. Говорить, что вот, наверное, это нормальный такой уровень, мы тут будем приземляться. Сейчас она снизится до 2,5%. То есть мы 1,5% от 75 миллионов рабочей силы потеряли. Это здоровая история или плохая история для экономики? Это зависит от того, как вы характеризуете проведение СВО. Как здоровую ситуацию или как плохую для экономики? Как экономист ее характеризует? Как неизбежную. Мы ее принимаем как существующую реальность. Скорее здесь надо сказать о двух аспектах. Во-первых, вот это быстрое изменение нас привело в очень низкую точку. По моим ощущениям, спускаться ниже текущих уровней 2,5% будет сложно. Если мы все-таки стабилизируемся на уровне 2,5%, это будет ситуация, которая снижает давление на зарплаты. Потому что когда вы адаптируетесь к новой норме, это уже не то же самое, что ответственно падать. То есть важен не столько уровень безработицы, сколько его динамика и даже не длинный тренд, а вот набор скорости, как вторая производная. Скорость падения. Вот мы прожили эпизод с очень высокой скоростью падения. Сейчас стабилизируемся на низком уровне. И экономика в целом, хотя у нас с вами у всех есть интуитивное предположение, мало народу, надо за него вечно конкурировать с зарплатами, всегда у нас пойдет спираль и так далее. Но на самом деле, если за последние 40 лет мы посмотрим на глобальную экономику, страны с самой низкой безработицей, стареющие страны, где безработица устойчива десятилетиями находится на уровнях ниже 4%, это и страны, которые за это время в среднем по циклу показывали самые низкие уровни инфляции и низкий темп роста зарплат. Почему так? Потому что для стареющего общества, которое стабилизируется на более низких темпах экономического роста, в конце концов свойственен низкий темп зарплат, предпочтение низкой инфляции, потому что у вас длинный горизонт планирования, вам долго жить, вам надо сэкономить, для вас предпочтительная низкая инфляция. Поэтому стабилизация на низких уровнях, это уже ок для того, чтобы снять давление с рынка труда на раскручивание спирали в зарплатах. Если мы предполагаем, что следующий шаг по СВО, это все-таки освобождение ресурсов из СВО, то мы можем сказать, что следующий шаг по безработице – это все-таки рост, который даст нам дополнительные ресурсы. Люди будут освобождаться, затем искать работу, затем пополнять рынок труда и обеспечивать такое дезинфляционное движение. Но у нас нет гарантии, что 2,5 – это наш уровень поддержки, что не случится нового оттока в зону СВО, и это связано с геополитическими движениями, или что не случится, как говорится, достигли дна и начали копать. Возможно, мы еще не на дне. Предположение, что на дне, но будем проверять его в следующий полгода. Я вас хотел еще спросить про рост зарплат. Ну, растут-то они не у всех, и насколько здоровая эта ситуация, когда в одних сферах зарплаты растут очень сильно, ну, возьмем оборонку, а в других секторах этого роста нет вообще. Вот есть ли этот перекос, и как он выглядит? Адаптация всегда есть. Ведь в любых прошлых эпизодах роста зарплаты он не происходил одновременно во всех секторах. Я понимаю, вот сейчас куда клиент? Сейчас у нас подросли, более быстрыми темпами растут зарплаты, например, в логистике, да, и в том, что касается транспорта. И как ни странно, вот более умеренными темпами в том, что касается госзанятости или бюджетного сектора, несмотря на наше вот это ощущение, что все кормит всех бюджетный стимул, но на самом деле, если вы посмотрите традиционные сектора бюджетников, в том числе здравоохранения, образования и даже то же самое вот это административное, да, вот все, там темп роста зарплат ниже. И более того, если мы посмотрим структуру располагаемых доходов, мы увидим, что социальные пособия и пенсии в реальном выражении едва-едва растут, то есть они едва-едва преодолевают уровень инфляции. То есть реальный рост обеспечивается именно за счет зарплат, конкуренции за рабочую силу. И она, да, она заметна в обрабатывающей промышленности, она заметна в логистике очень существенно. То есть рост там в основном? Где еще? Да, но у нас нету секторов, которые бы показывали прям вот мини-рост, да. Все равно везде мы видим двузначный рост зарплат. Сейчас вам в комментарии люди придут и напишут такое. Вы знаете, ну это нормально. На самом деле есть изменения и по структуре. Ну вот люди напишут, а у меня зарплата не растет, а инфляция растет. Абсолютно справедливый тезис, что может не расти зарплата. Можно, наверное, сказать, что на текущем рынке труда как никогда полезно сравнить свое предложение зарплаты с предложением конкурентов. Рынок труда сейчас настолько жесткий, насколько он не был предыдущие 20 лет, и возможно не будет еще. Что вы имеете в виду жесткий? Ну, что идет охота за кадрами. Поэтому здесь как никогда, да, разумно рассматривать предложение от конкурентов. Да, или, по крайней мере, пойти осведомиться и пошантажировать своего текущего работодателя на предмет роста зарплат. Сейчас мне в комментариях напишут работодатели, я думаю. Жизнь не своя, да, нормально. Поэтому действительно нет такого ответа, например, да у вас профессия неудачная, нет у сектора, в котором невыгодно совсем работать. Но вот, к сожалению, констатация факта, пожалуй, будет в том, что вот бюджетный, то, что мы говорим, бюджетный стимул, бюджетный стимул, есть ощущение, что бюджетники должны там хорошо жить. Но вот это, к сожалению, да, это, к сожалению, не так. Почему бюджетники, кроме, наверное, военных? Военных слитые с другими категориями, вы их просто не выловите, сколько сейчас военные там получают. Но если категория в целом, которая связана с задачами государственного управления и обороны, не растет, это значит, что если у военных она растет, значит у госаппарата она там прям очень низкая. Вот. Что можно посоветовать бюджетникам? Почему не растет? Нет, а почему даже у бюджетников не растет? Знаете, мне кажется, мы все уже этот анекдот на зубах навяз, и мы его два года вспоминаем, когда папа приходит домой и говорит, Вовочка, выросли акции за наводку. И Вовочка говорит, это значит, что ты будешь, папа, меньше пить, нет, Вовочка, ты будешь меньше есть. Но, к сожалению, так устроено, что сейчас нагрузка на бюджет со стороны решения задачи СВО настолько высока, что нужно приоритизировать и снижать расходы по другим секторам или стабилизировать. То есть, если вы, например, посмотрите майский указ, который последовал за выборами, стоит такая цель, так написано. Обеспечить рост зарплат в бюджетном секторе и рост пенсий на уровне не ниже инфляции. Знаете, это не очень амбициозная цель. Не звучит как амбициозная цель. И это результат как раз необходимости консолидировать необоронные расходы. С одной стороны, это грустно, потому что действительно, если смотреть средние зарплаты, как раз наиболее драматическая сфера в том числе сформируется у нас сейчас в секторе образования. Там рост минимальный, да? Там и уровень не достиг тех целей, которые выставляли. То есть, он сильно отстает от средних. И как создавать стимулы для работы в этой сфере без повышения зарплаты, это, конечно, печальный вопрос. Но единственным, наверное, правильным ответом будет увеличивать предоставление платных услуг образовательных. То есть, увеличивать долю услуг в образовании, которые будут платными. Но это уже негативные новости для всех, у кого есть дети, всех, которым придется этих детей как-то учить. Но, наверное, тут такого прям легкого выхода из этой ситуации нет. Потому что, с одной стороны, хочется сказать, справедливо было бы тратить на образование, а не на что-то еще. Но сейчас расходы бюджета приоритизированы в сторону других задач, в сторону оборонных задач. И если мы скажем, давайте и обычные расходы не сокращать, и оборонные увеличивать, то мы можем оказаться в ситуации, когда такой политики хватит годика на два. Это в лучшем случае. Может быть, на один. Вы сказали, что импортеры тоже давно жалуются на то, что ввозить товары становится все хуже и хуже в России, потому что уже китайские банки не работают. Но, тем не менее, вот мы вчерашняя новость, мы с вами 16 августа снимаем выпуск, что Райфайзен прекращает все платежи физлиц корпоративные с контрагентами там. Вы считаете, что у импортеров нет проблем, и у нас все прекрасно с импортом? У импортеров есть проблемы, но пока они решаются импортерами. Если вы посмотрите на статистику платежного баланса, она у нас, к счастью, выходит каждый месяц, вы увидите, что в июле у нас здоровый рост импорта. У нас импорт действительно остался на уровне поменьше прошлого года, хотя потребление выросло, импорт не поспел за ним. Но, тем не менее, вот эта вилка, отставание от прошлого года, она не только не расширяется, она сужается. У нас сейчас отставание от прошлого года в районе 4%. А начинали мы год 7-8%, и за этим охлаждением импорта при этом еще лежат вполне экономические причины. А как это удается сохранять, если, ну, просто даже мы видим это, да, и по своей жизни, и по жизни, там, бизнеса, я знаю, что рассчитываться становится все сложнее. Дольше, дороже, сопряжено с рисками, и в том числе эти сдержки уже пошли в цены, но при этом расчеты пока идут. То есть они идут с лагом, они дороже, они сложнее. Ну, вот я ввожу что-то из Италии, через какую страну я пойду ввозить что-то из Италии, если я не могу напрямую платить? Возможно, через Мозамбик вы будете платить. Это действительно не преувеличение, это действительно возможно. То есть Мозамбик тоже в сделке? Да, это... Надеемся, Мозамбик не накажет. Суть в том, что у вас есть некоторая многоступенчатость в оплате, вот. Но первично желание торговать, вот когда тоже говорят, а вдруг мы за экспорт перестанем рассчитываться, и все вот пропадет, потому что на самом деле, конечно, проблема ввоза и импорта, она острая, мы хотим с вами употреблять то, что употребляли раньше, есть товары, которые вовсе нечем заменить здесь, в том числе технологические. Это нас беспокоит. Но, как показал опыт последних двух с половиной лет, любые санкции на импорт, они помогают рублю становиться крепче, и, в общем-то, нашу жизнь портит, но одновременно привносит в нее какие-то балансирующие факторы. Крепче рубль, ниже инфляция, в общем-то, есть чем утешиться. А если, например, у нас возникнут проблемы с расчетами по экспорту, там утешаться будет уже вовсе нечем, потому что у нас будут проблемы и с бюджетом, и с рублем, и с инфляцией, и совсем одновременно. Но первично в экспорте и в расчетах за экспорт желание потреблять. То есть пока российские контрагенты хотят нам продать по тем ценам, которые они продают, и купить по тем ценам, по которым Россия продает сырье, найдутся способы расчета. А есть понимание, насколько на импорт выросли в среднем цены? Понятно, что там есть разные категории, да, есть продовольственные, непродовольственные товары, товары класса люкс, которые продолжают пустить и невым образом завозиться, то есть выше 300 евро. Есть какая-то общая цифра, насколько импорт вырос в цене? Давайте, опять же таки, у нас нет, к сожалению, такого индикатора, который прямо вот индицирует непосредственно импорт, его не отслеживают. Но давайте посмотрим действительно структуру инфляции. Если мы увидим, что наибольшая доля импорта, она у нас в непродовольственных товарах, она превышает треть доли вот импорта. Непродовольственные – это электроника, лекарства, одежда, обувь, бытовая химия. Все, что мы покупаем в магазине, не для того, чтобы съесть. Вот, соответственно, такие широкие категории, в том числе и автомобили, например, то есть от маленького до большого, от мыла до автомобиля. Здесь инфляция, она действительно самая низкая из трех категорий в годовом выражении, она вот ниже 7%. И это заслуга того, что хотя мы имеем возросшие издержки на расчеты, которые переносятся в цену, но одновременно в тех странах, откуда в большой степени завозятся товары, например, в Китае, сейчас наблюдается низкая инфляция. То есть мы не переносим внешнюю инфляцию к себе. Потому что в 21-м году надувание инфляции, оно было глобальным, мы завозили инфляцию. Ну, подожди, Софья, вот если на пальцах все-таки, так понятнее. Вот смотрите, немецкая хорошая машина стала стоить дороже, чем квартира. Вот это как? Но потребительской инфляции вы увидите, как ни странно, не рост цен, а снижение, потому что потребитель пересел на китайские машины. Так, а если потребитель хочет Мерседес? То ему придется либо купить его за очень дорого, либо поменять свои потребительские предпочтения. Хорошо, а если потребитель привык к французской косметике, что он должен делать? Видимо, не будем ханшами, как говорится, не будем советовать, что делать потребителю. Но скажем, что средний потребитель российский очень здорово адаптируется к тому, что есть на полках и к ценам. И мы видим большие изменения в потребительской корзине. Это всегда элемент предпочтений. Мы считаем, насколько выросли цены в потребительской корзине. Мы наблюдаем за тем, Росстат наблюдает и нам сообщает. Или мы, например, вот как банк, да, например, РТ-банк может проследить это по чекам своих клиентов, да, как меняются их предпочтения. И, безусловно, видно, что потребительская корзина постоянно меняется. Она меняется. И в первую очередь большим драйвером для этого является предпочтение по ценам. Где мы видим более доступные цены, мы готовы переключиться. Поэтому здесь это очень такой важный элемент подстройки, который вам итоговые расходы позволяет как-то держать в балансе. Если бы вы там приклеились, не отклеясь к импорту, сказали нет, нет, больше никогда только французская косметика, то, конечно, ваши бы расходы драматически пострадали. Но есть буфер, к счастью, в виде переключения. Переключение не только между, например, европейскими и китайскими товарами, но и в значительной степени переключение еще и на российские товары. Потому что доля импорта, которая у нас исторически была очень-очень стабильной, составляла примерно 20% ВВП, или, можно сказать, где-то в районе 35% потребления нашего ритейла, широкого ритейла, она постепенно снижается. Не вдвое, но там условно с 20% до 17-18%. Ну, либо заменяется Китаем. Нет, это как раз вот когда мы говорим о изменении в рублевом ВВП доле импорта, мы говорим о замещении на российские товары. На российские товары. От чего больше всего, есть ли у вас такие данные по банку? Я не знаю, есть ли вообще такие данные. От какого импорта больше всего люди стали отказываться в пользу российского? Это хороший вопрос, мы им не задавались, пока к нам никто с ним не заходил. Но я могу точно сказать, вот два наблюдения, которые можно отметить. Безусловно, на протяжении всего кризиса наиболее устойчивый спрос был на продовольствие. То есть от продовольствия отказываться банально сложнее, чем от непродовольственных закупок. Поэтому если мы посмотрим, как в течение 22-го года, 23-го, да, вот эта подстройка осуществлялась, мы увидим, что наиболее устойчивый спрос он был на продовольствие. И продовольственный импорт? Я говорю в целом о категории продовольствия, но надо предположить, что импорт в этой категории тоже оказался более устойчивым. Потому что раз мы целый пакет не сокращали, наверное, импорт тоже не пострадал. А в непродовольственной это более такая живая история, где мы можем отложить покупку, где мы можем подождать, подумать, что может где-то будут более хорошие цены, или нам просто не до того, пока лучше подержим в ликвидной форме деньги. Поэтому в непродовольственной динамика выше. А второй тезис, который хочется отметить, это то, что как раз вот эти элементы экономного потребления, они с нами давно, они стартовали еще до пандемии, да, вот это предпочтение дискаунтеров, поиски скидок, конкуренция продавцов за покупателя за счет скидок и программ. Это вот как минимум тенденция последних пяти лет. И вот как раз вот это экономное поведение в последние несколько месяцев, да, вот в течение 24-го года, оно в принципе ослабело. Это как раз один из факторов, который показывает, что есть перегрев, когда вы уже перестаете там думать, где бы там денежку считать, и думаете, а-а-а, ну, что я там, пока деньги есть, буду тратить. Вот это как раз один из факторов, который показывает такой вот элемент перегрева, когда у вас снижается экономное потребление. Санкции на московскую биржу, которые вот этим летом случились, в июне казалось, что произойдет Армагеддон, но когда биржа прекратила торговать долларами и евро, и до сих пор, собственно, не торгует. Почему не случился Армагеддон? Честно говоря, я думаю, что не то, чтобы прям мы ждали Армагеддона. Ну, как, вы вспомните, да, поскольку вне биржевые торги начались, то первые дни после этих новостей некоторые банки продавали доллар по 200 рублей. Это не называется Армагеддоном? Смотрите, к ситуации попадания биржи под санкции, попадания в SDN-лист, и биржа, и регулятор готовились два года. Армагеддон — это когда у вас неуправляемое идет отсутствие расчетов, набег вкладчиков на банки и так далее. Это все не реализовалось. Действительно, были расширенные спреды до упрощения обстоятельств, но и большого набега, например, в обменные пункты тоже не случилось, которое могло поддержать этот ажиотаж. Все сошло на нет буквально в считанные дни. Полная адаптация идет, на самом деле, до сих пор, да, по понятным причинам. Но вот такой короткий шок, он прошел, наверное, пожалуй, за два дня. Благодаря чему удалось эту ситуацию? Благодаря тому, что, опять же-таки, и биржа, и регулятор к этой ситуации были готовы, можно было переключиться, банки были тоже готовы к тому, что надо будет более активно проводить вне биржевой торги, а не биржа. Ну и, конечно, наверное, в том числе помогло то, что мы остались не в полной темноте, а то, что у нас остались вполне себе биржевые курсы, потому что юаню, который и так у нас уже король рынка, король расчетов, и логично, что вот это действительно валюта по большому счету для российской экономики, юань стала валютой номер один. На самом деле, по статистике валютообменных операций и расчетов, у нас за пределами биржи уже к маю, да, до введения санкций, две трети по доллару и евро как раз были вне биржевые торги. В целом, реальность вне биржевых торгов – это нормальная реальность для валютного рынка, то есть, в целом, глобально у вас есть не только биржа, а у вас есть вне биржевой рынок, и в России исторически он давно существует вне биржевой рынок валюты. Главное, чтобы он был достаточно прозрачный, чтобы контрагенты сколько-то друг друга видели, чтобы вы могли пойти, если вы компания, вам надо рассчитаться в определенной валюте, вы могли пойти не в один банк, а в несколько, чтобы сравнить курсы, и это, соответственно, выравнивает ситуацию. Другое дело, что мы не застрахованы от вот таких эпизодов, которые мы посмотрели на прошлой неделе, когда разъезжаются курсы юаня к рублю, и юаня, и доллара, и доллара к рублю, вот этот вот паритет, который мы можем посчитать через внешний курс юаня-доллар, и получается, что у нас такая как бы… Некоторые пытаются назвать множественностью курсов, но это не множественность курсов, просто действительно это формирование арбитража между несколькими валютными курсами. Если бы у нас широкий круг участников финансового рынка имел доступ к расчетам во всех трех валютах, то арбитраж быстро бы сам собой устранился, потому что на этом можно заработать. Где есть дырки в ценообразовании, можно туда влезть и быстро их устранить, на этом заработать. Вот такие скачки курса, и как вообще курсообразование сегодня, если говорить о долларе и евро происходит? Потому что у тебя может сегодня доллар стоить 92, а завтра 88, как сегодня случилось. Почему вдруг такое отскупка? Потому что у вас есть дефицит ликвидности конкретной валюты, могут быть крупные сделки, которые, так сказать, не вместились в рынок, и нет доступа у большого круга участников к тому, чтобы арбитражировать эти сделки, то есть сыграть на том, что разошлись курсы. То есть на самом деле нет ничего такого в том, что у вас есть лидер забега. Вот раньше у нас был рубль-доллар, лидер забега, и все остальные курсы считались как? Вы берете рубль-доллар, потом смотрите на евро-доллар и так отсчитываете. Теперь лидер забега сменился, это юань. И вы смотрите в реальном времени на бирже курс рубль-юань, и с ним ничего ужасного в последнюю неделю не происходило. Хорошо, а почему доллар так скачет от 88 к 94 и обратно? Доллар скачет, потому что у вас есть вот этот вот дефицит конкретной валюты, есть большие сделки. Какой? Доллара? Доллара или евро. Да, и нету такого гибкого рынка, где все имеют доступ в том, чтобы сделать операции и снаружи, в курсе условно, евро-доллар или юань-доллар, и внутри. То есть у нас есть несколько таких кругов у этого рынка. Но еще раз, такие отклонения могут быть только временными. Если у вас есть совсем большая дырка между этими курсами, как говорится, найдутся умные люди, которые смогут сыграть на этом, и тогда арбитраж закроется постепенно. Поэтому я думаю, что такие эпизоды, они будут. Раньше они случались как раз наоборот в юане. Вы могли видеть, как доллар, евро, все торгуют, там все нормально, но случился какой-то локальный дефицит юаневой ликвидности, и курс расклеивается. Софья, а как, в принципе, сейчас курс образования происходит? Вот если попытаться это на пальцах объяснить. Стоимость рубля как определялась, так и определяется. Особенно, как вот последние два года, это история про внешнеторговые операции. То есть рубль, валюта, движимая внешнеторговыми операциями, рубль, валюта сырьевая. Хорошо это или плохо, мы должны это воспринимать как данность, но рубль остается сырьевой валютой и нефтяной валютой. Потому что у нас сейчас мало инвестиционных потоков, тем более они регулируемые, в них много вмешивается регулирование и внутреннего, и, прямо скажем, внешнего. А вот торговля идет как шла. И со стороны экспорта это сырьевые цены, потому что нефть и нефтепродукты, нефть, газ, нефтепродукты, это все еще 60% российского экспорта, и еще 20-25% это прочее сырье. То есть мы находимся в зависимости к мировому сырьевому циклу, к мировому экономическому циклу. И это то, почему мы не можем игнорировать новости из Штатов, как бы нам ни казалось, что теперь мы изолированы. Если экономика рыночная остается, в чем, как вам кажется, главная изолированность России экономическая? В чем самая болезненная изолированность, если она есть, эта изолированность? Либо мы ее тоже научились обходить. Смотрите, мы сейчас находимся в высокой фазе цикла, когда мы на грани такого перегрева, или даже в перегреве, и экономика чувствует себя неплохо. Поэтому говорить о том, что у нас есть такой рецепт от врача, диагноз, что мы критически изолированы в тех-то сферах, нет, такого диагноза сейчас поставить нельзя. Как мы не стали мобилизационной экономикой, но хочется добавить пока, то есть этот риск не ушел. Так мы не стали и закрытой экономикой, тоже хочется сказать пока, потому что этот риск тоже не ушел. Еще раз, импорт к ВВП снизился, но снизился не катастрофически. Тогда получается, что все хорошо. И даже лучше, чем было до 2022 года. Мы живем в ситуации высокой неопределенности, которая никуда не ушла. То есть неопределенность, в которой мы живем, она гораздо выше, чем она была до 2022 года. Неопределенность, это психологическая все-таки категория. Это вполне экономическая категория. Она, например, вот если посмотрим на структуру финансового сектора, то у нас до 80%, даже более 80% баланса, это все на очень короткие сроки. То есть вот как раз финансовая система отлично показывает, что люди стараются жить здесь и сейчас. То есть что, например, депозиты у нас преобладающие короткие, до года. Ну какой срок планирования? До года. И это плохо? Это, конечно, плохо. А чем это плохо? Потому что кажется, что какая-то райская картина, и все время хочется, ну по крайней мере у нас такая профессия, найти подвох. Вот в чем подвох? Смотрите, меня как-то спросили, люди пригласили на лекцию по экономике, говорят, какое вот одно самое главное теоретическое экономическое знание, которое вот можно сказать, я думаю, одно это вообще не придумаешь. Сейчас какие-нибудь законы будем вспоминать. Но на самом деле одно экономическое знание, которое, наверное, хочется назвать главным, это то, что экономика циклична. Вот, поэтому, ну картина, да, радужная, мы вот сейчас находимся в высокой фазе цикла. То есть пока это все работает, экономика есть, она адаптируется. И многие любят говорить, российская экономика умеет адаптироваться. Нас научили кризисы. Но по правде сказать там, посмотрите на европейскую экономику, про которую тоже там говорили, что она сейчас буквально, что точно перестанет существовать, там газа не будет, все замерзнет и так далее. Она же тоже адаптировалась. То есть все экономики адаптивны. Окей, но наш подвох, он в чем? В том, что нельзя планировать больше, чем там, вы говорили, на примере депозитов на год. Или в чем вот главное, какая критическая болевая точка сегодня существует в российской экономике? То, что мы еще не прошли развилки. Мы не прошли развилки, за которым может следовать условно риски национализации или риски мобилизации экономической оттоков человеческого капитала в зону риска. Это же гораздо более важные сентенции, чем то, что мы можем там сказать, что мы там на чем-то не заработаем в ближайшие полгода. То есть перед нами экзистенциальные риски стоят существенные. Перед нами, в смысле, перед каждым из нас. А почему мы не прошли развилку? Тут из-за мобилизации уехали, там призвали. Что мы называем развилкой еще? Ситуация не исчерпана, конфликт не прекращен. И даже однозначного сценария, куда он будет двигаться, у нас нет. А у меня лично нет веры в то, что у нас там может быстро наступить развязка какая-то позитивная. Это значит, что давление на ресурсы сохранится. Из ближайших развилок у нас бюджетная развилка. Как я уже сказала, у нас три года хорошим подспорьем для расходов бюджета был ФНБ. Этот ресурс близок к исчерпанию. И в такой ситуации, когда давление на бюджетные расходы увеличивается, у вас есть развилки, по какому пути идти. Можно идти по такому консервативному пути, который нам вроде как уже в общем семафорит, что по нему мы и идем. Это повышение налогов, сокращение прочих расходов, как-то утрясание. При сохранении умеренных заимствований, ну вот мы сейчас видим, как к заимствованию у Минфина идут ни шатка, ни валка на внутреннем рынке. То есть сейчас с начала года выполнено меньше 40% плана. Хотя вот сейчас уже 8 месяц скоро будет заканчиваться по заимствованию. И это все неспроста. В этот момент могут возникнуть то, о чем многие говорили в 22-м году, всякие вот эти сценарии эмиссионного финансирования, когда мы там идем в разнос, какой-то некий не очень понятный сценарий, какие-то схемы допечатывания, так сказать, денег для Минфина. Вот это негативный сценарий, потому что теряются ориентиры, куда дальше мы будем двигаться. Это такая ситуация, которая может закончиться как раз перманентно высокими ставками, ситуация действительно стагфляции. Когда потерян руль, тогда гораздо сложнее начинает ориентироваться. Мы тут как бы на финансовых рынках тоже вряд ли этому сценарию обрадуемся. Поэтому, поскольку давление на расходы бюджета не снижается, покуда оно не снизится, эти развилки будут проходить дальше и дальше каждый год. Или там каждый полгода. Санкции исчерпали себя, как вам кажется? Есть еще куда вводить? Да, есть. У вас это заложено в какие-то риски, новые пакеты санкций или нет? Для ваших клиентов? Ну, таких радикальных нет, потому что это скорее такое ползущее давление. Мы мало говорим про риски для экспорта. Сейчас эта тема как бы ушла на какой-то третий план. Считается, что с санкциями мы адаптировались, а снижение цены на нефть, ну, наверное, не будет. Теперь никогда. Но, опять же таки, есть такие сценарии, в которых цена на нефть, на российскую, может сильно упасть. Ну, не только нефть, а все сырье. Это глобальный сценарий, да, глобального охлаждения. И это вопросы, которые сейчас будет трудно купировать, потому что буфер, за счет которого купировались истериски, тот же самый ФПНБ, опять же таки, он исчерпан. То есть, если сейчас цена на российскую нефть спустится ниже 50 долларов за баррель, что, в общем-то, было, мы с этим стартовали в 23-й год, то ФПНБ исчерпается за один год полный. И какой выход из ситуации, если нефть так опускается? Либо консолидироваться жестко, да, консолидировать расходы, либо придумывать какие-то обходные пути. И вот это как раз плохо, когда начинают придумываться обходные пути такого эмиссионного характера. Я вас спрашивал про термин, как вы характеризуете российскую экономику сегодня. А если спросить про страну в мире, по модели которой идет сейчас Россия, есть ли такая страна? Не знаю, Иран, или там какую-то другую пример вы привезете. Слушайте, кошмарные ужасы в сравнении с Ираном, или даже Турцией, которая не имеет тех санкционных рисков. Но в России все-таки инфляция все равно имеется огромная. Очень многие люди говорят, когда мы переедем в турецкий сценарий. А мне хочется все-таки Россию сравнить с Европой из середины прошлого столетия, которая тоже проходила развилки, или даже начала прошлого столетия. Но очень надеюсь, что наше прохождение развилки будет пройдено в пользу сохранения вот такого, скажем, института, сохранения адекватного центрального банка, адекватного института собственности, адекватного Минфина. И это не потому, что так написано в методичке МВФ или в каких-то книжках, в котором мы учились. Это потому, что, ну, действительно, чем дольше живешь, тем дольше понимаешь, что напортить легко, а восстановить порядок сложно. А почему это на Европу на человека похоже? Вы имеете в виду первую мировую или что? Нет, в России нету. Не будем все-таки кружиться вокруг войн. Просто потому, что в системе, в периоды волатильности там политической, да, или геополитической, мы видели, как вот эта вот институционализация, она вывозит, она вывозит восстановление, она вывозит сохранение стабильности. Потому что пока вы, покуда вы сохраняете такую некую рамку, очень многие вещи, как мы уже посмотрели за последние годы, как вот мы говорили, можно пережить. То есть очень мало вещей, которые могут и за правду убить экономику. Да, и вот главное не впасть в панику и не устроить хаос своими руками. Потому что ко многим и политическим, и внешним шокам можно адаптироваться, если понимать, что ты живешь не сегодня и завтра, а сегодня, завтра, послезавтра, и через пять лет хочешь тоже в этой же рамке жить. Вот, поэтому тогда можно вот это вытягивать, да, вытягивать вперед. поэтому не хочется себя сравнивать с раном, да, который на самом деле сорок лет барахтается в различных формах санкционных режимах, да, главное это не санкции, главное это, что происходит внутри и развилки, которые мы проходим, в том числе внутренне. Спасибо вам, Софья. Субтитры сделал DimaTorzok